Дорогие друзья, дорогие слушающие, это слово сегодня буду говорить о втором послании Петра, 1 глава. И вот начинается так. Симон Петр, раб и апостол Иисуса Христа, принявшись с нами равна драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благодать вам имеет доомножиться в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Вот так он начинает. Принявшим веру, драгоценную веру, принявшим, равно как и мы приняли в эту драгоценную веру нашего Спасителя Иисуса Христа. В первом послании он обращается по-другому. Он пишет избранным пришельцам и странникам из Понтии, Галатции, Каппадоции, отовсюду, которые пришли к Богу, которые приняли Его через освящение Духа, послушание окроплению крови Иисуса Христа. Вот там были избранные люди из разных-разных мест, а теперь он говорит тем, которые приняли. То есть избрание это то же самое, что принятие. Бог так ко всем обращается, всех хочет спасти, но те, которые приняли Его, они стали избранными. И смотрите, как дальше написано здесь, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни, для благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми даровано нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божественного и сестра, удалившись от господствующего в мире распления похотью. Смотрите, что здесь дальше. Он ведет людей и говорит, вы стали причастниками божества через вот эти все обетования, которые вы получили от Бога. То есть, когда мы проникаемся, какой Бог есть, мы переживаем и воспринимаем Его в жизни, мы видим все Его творения, все это, но мы и читаем Его обетования. Обетования это обещание Бога, которое Бог обещал. И когда мы их читаем, начинаем их верить и принимаем эти обетования, происходит нечто особенное. Он говорит, вы становитесь участниками божественного и сестра. Да, вот мы, смертные люди, мы приобщаемся к этому божественному и сестру. Да, но как оно происходит? Ведь обетований там более 300 очень сильных и хороших обетований есть. Я прочитаю только некоторые из них. Но ведь их можно прослушать, их можно прочитать, но можно принять обетования. И вот этот процесс, что мы, так сказать, становимся причастниками божественного и сестра, он происходит, когда мы эти обетования принимаем. Я прочитаю некоторые обетования. Например, от Исаии 41 глава 10 стих. Смотрите, не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя в действительности и правды моей. Смотрите, как интересно. Исаия пишет много, так сказать, к народу, он тогда их и ругает, и обвиняет, и всякое-всякое, что он говорит, много говорит о том, как пойдет Христос. Но вот здесь он говорит им о Боге, который любит народ свой, тех, которые, так сказать, принимают Бога, которые слушаются Ему, которые, так сказать, видят в Нем Бога и подчиняются Ему, верят Ему. Он говорит, я поддержу вас, не смущайся, укреплю тебя, помогу тебе, поддержу тебя, десницей правды моей. Да и очень много в Бетхом Завете таких обетований, которые некоторые прямо, или Аврааму сказано, но они и нас касаются. Мне хочется остановиться на некоторых обетованиях из Нового Завета. Наверное, все мы знаем стих Иоанна 3,16. Такой замечательный стих, говорят, золотой стих Библии. И в нем написано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Свою Единородную, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И в этом как раз-таки очень большая глубина, потому что он говорит, всякого человека он хочет спасти, всякий, кто поверит Ему, вот именно такого человека он принимает. И это так важно, поверить, чтобы принять этот стих, это обещание, это обетование, но его нужно принять, принять и поверить, когда с тобой происходит нечто особенное. Давайте читаем дальше, как написано у Иоанна, 10 глава, 28-29 стих. Ибо я даю им жизнь вечную, не погибнут вовек, никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки моей. Смотрите, что он говорит здесь, тех, которых вот Христос спас, которые обратились к Нему, которые стали Его, которые получили новое сердце, возродились в Нем, стали Его детьми. Он говорит, никто не может похитить вас из моей руки. Такое обещание сильное. То есть, если мы в Нем, если мы постоянно пребываем в Нем, никто, никто не сильнее в этом мире, чем сам Иисус Христос. Он будет нас держать в своих руках. Или вот мой любимый стих, это от Иоанна 14 глава, 27 стих. И мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. И здесь то же самое, мир, он оставляет нам, то хорошее, что у нас есть, Бог не трогает, но он дает свой мир, который мир не может дать нам. Он дает его, и когда в сердце нет мира, то проси этот мир, и ты получишь его, не смущается сердце ваше. И когда Петр говорит в 5 главе, 10 стихом, Бог же всякой благодати, призвавший нас из вечной славы Свою во Христе Иисусе, сам укрепит вас, сделает непоколебимыми. Да, Господь сделает нас непоколебимыми. Слава тебе, Господь, за эти обетования, что через них мы стали участниками божественного естества. Слава тебе, мы так благодарны, Иисус Христос. Аминь. Слава тебе, Господь.